Уважаемые коллеги, сказали, что вы отдохнули и приступаем к осенне-зимней сессии. Я вас поздравлю с избранием главы города Ивангорода, замечательного города, жемчужины Кинесевского района. И думаю, что вот та работа, которая сегодня уже Виктору Михайловичу проведена в период избирательной кампании, свидетельствует о том, что все совместно, все, и совет депутатов, и глава муниципального образования, и администрация, и депутаты города Ивангорода сделали правильный выбор. Поздравляю вас. Михаил Борисович, я думаю, что мы и дальше будем с вами успешно работать. Совет депутатов, спасибо. У нас будет так местный выбор в двух поселениях, в Труск-Коллежье и в Ивангороде. И там и там победили кандидаты, выбившие партии «Динайосия». Я так тоже поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Для этой кампании 2016 года, на чем хотелось бы остановиться. О том, что на том, что целый концертизированный бюджет программы «Динайосия» 2016 в составе 21 млн 389 рублей, что больше практически на 6 млн рублей, чем в предыдущем году. В частности, мы выдержали бюджет 7 млн 626 тысяч, по сравнению с 2015 годом, когда было выделено 4 млн 452 тысяч рублей. Областной бюджет 6 млн 365 тысяч рублей. Учреждение вызвало у нас одно новое, это был построен лески сад в городе Кунстане, который получил номер 1. 17 общообразовательных учреждений, 9 городских, 7 сельских и 1 городской частности образовательных учреждения. И 9 учреждений дополнительного образования, плюс центр диагностики и консультирования. О чем хочется сказать, это прежде всего о том, что он назначительно увеличился, по сравнению с предыдущим учебным годом, контингент обучающихся в школах и воспитания в детский саду. Что говорит о положительной тенденции, так скажем, политике, государственной политике Кингисепского района, именно по развитию демографической составляющей. У нас полностью образовательные учреждения укомплектованы кадрами, вакансий у нас нету. У нас тенденция наметилась к омоложению кадров, пришло работать в этом году в учреждении образования 9 молодых специалистов. Мы полностью выполняем предписания надзорных органов, Роспотребнадзор, отдел надзорных деятельностей, мы тоже плотно работаем, выполняем все предписания. Ну и хочется сказать о том, что Роспотребнадзор и отдел надзорных деятельностей подписали вся подготовность образовательных учреждений к началу учебного года. Значит, и вкратце, по информации отдела государственной статистики Кингисепска в районе, можно с уверенностью сказать, что на территории нашего района сельхозпереписи прошла очень успешно. Мы переписали 100% объектов сельхозпереписи и 99% земельных ресурсов. Конкретно, это значит, было переписано 18 338 объектов и актуализированы данные в 29 892 гектарах земли.